Девчонки и мальчишки 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 Держи вас, свящи вас! Помогите! Убивают! Убивают! Убийца! Убивают! В разные стороны! Ага! Идиоты! Идиоты! Убивают! 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 На шее потерпевшего глубокий порез. В кармане потерпевшего отсутствуют деньги и документы. Обнаружено плюшевое сердце, игрушка красного цвета. А также шарики диаметром от 3 до 5 миллиметров, предположительно пульки от детского пистолета. Сереж, подойди сюда. Что хочу? Посмотри, вот эти явно от квартиры. А вот эти откуда, интересно? Ну, вот этот, похоже, от ключа зажигания. Машина, либо еще чего. А этот... Дай-ка, дай-ка. Кажется, он. Куда? Что за система? О, Мария. Болшебник. Да, иногда меня зовут и так. Скромность украшают тех, у кого нет других достоинств. Я еще и красивый, ну, что ты? В этом никто не сомневается. О! Я думала, молодежь сейчас все в интернете ищет. Ну-ка, дай-ка, дай-ка. О, смотри-ка. Продаю почтовые открытки начала 20 века. Ты знаешь, умен тот, кто ищет не там, где светло, а там, где потерял. Ты еще и умный, ко всем прочим. Умный, да, это есть. Это запись из камеры наблюдения, из магазина. Давай смотреть. Сейчас все убийство увидим в деталях. Ну что, начнем, пожалуй, с камеры над входом в магазин. Вот убитый, входит в магазин. Похоже, что клоуны приехали отдельно друг от друга. Все, его нет на записи. Из магазина не выходил. Камера стоит совершенно по-идиотски. Там полно мертвых зон, где вообще ничего не видно. По объявлению всего позвонил три человека. Двое живы и здоровы, а телефон третьего не отвечает. Кому принадлежит телефон? Некому Вадиму Петрякову. Мы разыскали его родственников, они опознали труп. Причина смерти – обильная кровопотеря. Ему перерезали сонную артерию. Совершенно верно. Вы, коллега, вы делаете успехи по анатомии. Так что налицо беспощадное хладнокровное убийство. Взгляните на эти следы. Ожог от электрошокера. Совершенно верно. Убийца сначала парализовал Петрякова, а затем обездвиженному перерезал горло. Ну, как ты тут? Нормально. Граждане понятые, значит, внимания прошу ваше. Значит, после осмотра квартиры гражданина Петрякова вам будет необходимо поставить подписи под протоколом. Какие штучки модные. Это же такие в магазинах на шмотки одевают, чтобы их не воровали, да? Ну да. Только они обычно в магазине остаются. Сколько же здесь всего, а? Целый склад. Подпись сделана явно женским почерком. С чего это ты взяла? Интуиция. Тогда я добавлю. Это, например, портрет Вадима, сделанный... Нет, просто портрет Вадима глазами влюбленной женщины, а? Граждане Пенетея, обратите внимание. На постели к гражданина Петрякова обнаружены следы биологических жидкостей. Вот. Первый клоун поздравил с чем-то там кассиршу. У нее день рождения? Да не было у нее ни дня рождения, ни какого-либо другого праздника. И вообще, я проверил, она не Таня, а Оля. Поставьте сюда, пожалуйста. Спасибо. Это компьютер Пестрякова, надо проверить. Надо, проверим. Что за прикид? На распродажу купила? Что скажешь, мне идет? Сейчас такое носят, да? Скорее, в таком выносят. Под подкладкой и слой фольги. Как думаешь, зачем? Ну, примерно об этом я и подумал. Такая интересная техника. Да, этот портрет нарисовала бывшая девушка Пестрякова. Вон там подпись Фокси, он ее называл. Это нарисовано пальцами. Да, поэтому он его себе и оставил. Даже когда с Фокси уже расстался. Еще у нас есть вот тут вот простыня с биологическими следами. С его квартиры. Слушай, если Пестряков завел себе новую девицу, то у прежней девицы появляется весомый повод отправить бывшего любовника на тот свет. Я правильно поняла? Правильно. Ну, или, может, новая пасть еще узнала. Терпеть не могу, когда мужчины говорят загадками. А женщины у нас все без загадок. Прямо как на ладони. Фу, женские загадки я вообще ненавижу. Может, тогда хочешь услышать мою отгадку? Для чего нужна фольга в качестве подкладки? Я догадываюсь, но, возможно... Фольга отражает электромагнитное поле. На большинстве товаров в магазинах наклеены магнитные полосочки, стикеры, алярмы всякие. Когда что-то проносишь через рамочку, от всех этих штучек срабатывает сигнализация. А в этом плаще электромагнитное поле отражается. То есть безнаказанно. Можно проносить все, что угодно. Правильно. Убитый Вадим Пестряков шоплифтер. Кто-кто? В переводе с английского. Магазинный вор. Угу. Значит, в этой емкости Пестряков хранил свои трофеи. Что-то вроде рогов на стене охотника. В интернете есть сообщество шоплифтеров. Там в рыжке обмениваются секретами ремесла и хвастаются своими достижениями. И Пестряков один из них. Именно. Судя по количеству сообщений на их форуме, а главное, по снисходительному тону, в котором все это написано, Вадим Пестряков один из неформальных лидеров шоплифтеров. Он работает под кличкой Транс. А Фокси есть среди них? Фокси? Фокси была. Но ни одного сообщения за последние полгода не написала. В краске на рисунке мне удалось обнаружить частицы эпители. Из них я выделила ДНК. И эта ДНК принадлежит Фокси? И еще. На постельном белье убитого обнаружены следы интимной близости. Так вот, девушка, с которой занимался любовью Пестряков и Фокси, это совершенно два разных человека. Как говорят в Одессе, две большие разницы. А вот это уже интересно. У убитого была назначена дуэль с неким Лаки. Дуэль? Что это за игра в благородство мелких жуликов? Не знаю, так написано. Все сообщения от человека с именем Лаки были отправлены с одного компьютера. Тут ребята пробили телефончик этого Пестрякова. Так вот, чаще всего он звонил по этому номеру. Зарегистрирована на Светлану Золотову. Так. Пригласи девушку к нам. Только помягче, чтобы не спугнуть. А то вдруг она причастна к этому убийству. Это мы запросто. Девушка меня пока не боятся. Алло, Светлана? Светлана, добрый день. Это из федеральной экспертной службы вас беспокоит. Видите ли все? Не-не-не-не-не-не, ничего страшного. Просто тут одна гражданочка по вашим документам пыталась кредит оформить. Ужас какой. Что теперь делать? Да ничего страшного не будет. Вам просто нужно к нам подъехать и заявлению написать, что все это безобразие прекратить срочно. Ой, я сейчас на даче у подруги. А можно завтра? Да, будет отлично завтра. Меня зовут Майор Майский, буду вас ждать. Скажи-ка, какая мне здесь интересная картина открылась, а? На работе? Нужно думать о работе, товарищ майор. А я вот как раз о работе сейчас и думаю. Чем вы вот здесь, например, занимаетесь? Мы, например, раскладываем охотничьи трофеи покойного по датам и магазинам. Убийство Пестрякова могло быть местью хозяина какого-нибудь магазина за частые набеги. Ага, раскладывают они. Извини. С охраны. Да. Я. Кто? Сейчас подойду, разберемся. Охранник из магазина пришел. Признаться в чем-то хочет. Я вот что хотел сказать. Облажался я. Ну, меня предупредили про этого парня, ну, которого грохнули. Так, вас предупредили об убийстве? Не совсем, я в зале дежурил. Слышь, мужик. Че? Не поворачивайся, не привлекай внимания. Видишь вон того парня в синем пиджаке? Ну? Короче, это магазинный вор. И он пришел сюда стянуть чего-нибудь по-крупному. Понял, прослежу. Ну, а потом идут чертовы клоуны. Ну, и потерял я его из виду. Так, а вы сможете на видеозаписи указать предупредившего? Да не вопрос. Ну, как операция на открытом сердце? Пусть даже на Плюшевом. Мои поздравления, коллега. Это сердце жестокий охранник вырвал у бедного клоуна. Посмотри. Ты знаешь, чем пахнет сердце клоуна? Не знаю, но мне кажется, что чем-то приятным. Ну, что-то вроде ванили или корицы. Половыми аттрактантами самых бабочки сипраэты и пафос. Это Нобелевская премия в области физиологии. Вот он. Вот этот. Так, а документы вы у него не спросили? Да какие там документы? Такой бардак начался. А что вы мне сразу, прям там же об этом не сказали, а? Да когда второй клоун пистолет достал, я испугался. Думал, шандец, налет типа крутой. Упал, голову закрыл, чуть штаны не... Я извиняюсь. А сегодня что же, совесть замучила? Я подумал, вы на записи это увидите. Ну, и начальству моему покажете. Они же на меня тогда все убытки повесят. Как повесят убытки? Это же незаконно. Да какой у нас нафиг закон? Что вы? Сердце клоуна пропитано феромонами для привлечения бабочек. Я обзвонил фирмы, которые занимаются разведением бабочек для праздников, и выяснил, что в одной из них есть такой номер. Клоуны бабочки? Да, в зал выпускаются бабочки. Затем выходит клоун. Бабочки, привлеченные феромонами, садятся на сердце клоуна. Клоун отрывает с себя сердце и дарит имениннику. Красиво. Три дня назад на фирме заказали этого клоуна, чтобы он необычным способом поздравил продавщицу магазина. Что, без грима не похож? А так? Здорово, ребятишки, девчонки и мальчишки. Хватит придуриваться, Олег Вячеславович. Мы же тебя подозреваем в соучастии в убийстве. Это серьезно. А при чем здесь я? Я просто выполнял свою работу. Меня наняли поздравить продавщицу с днем рождения. Сто процентов предоплаты. У нас договор. Заказчик гарантировал согласие администрации магазина. Это я все уже слышал. Мне только одно интересно. Почему ты все время говоришь о себе одном? Мы же двое было. Я не знаю, откуда взялся второй клоун. Мы вместе из магазина выскочили и разбежались в разные стороны. Только потом я уже понял, что это подстало. Так, ясно все с тобой. Давай конкретно. Кто тебя нанимал? Имя, фамилию? Вадим Пестряков. Там в договоре есть. Иван, что там с девушкой убитой Светланой? Обещала приехать сегодня, но звонки не отвечает. А это кто? Это Юрий Потемкин. Ну, который Лаки. Ну, у которых была объявлена дуэль с убитым. А это тот самый человек, который предупредил охранника. Да у нас должна была быть дуэль. Вадик на себя слишком много взял. Я решил поставить его на место. И какое же оружие вы выбрали для дуэли? Да наше. Наша должна была быть дуэль, чтобы лифтеровская. Ну, типа, кто большую из магазина украдет. Ну, точнее, на большую сумму. И не стыдно воровать-то? Ну, мы же не ради денег. Это такой адреналин. У нас в тусовке есть люди, которые могут полмагазина купить. Но это скучно. Драйва нет. На ботинках гражданина Потемкина обнаружены следы крови его оппонента. Вадима Пестрякова. Первого клоуна нанял Пестряков, чтобы отвлечь внимание продавцов и выиграть дуэль. А вот второго клоуна, я думаю, наняли вы, чтобы тот устроил хаос, чтобы под шумок ликвидировать своего оппонента. Да вы чего? Я вообще ни о каких клоунах ничего не знал. Значит, просто воспользовались заварушкой, чтобы убить Пестрякова. Да не убивал я его. У меня даже свидетель есть, секундант мой. Какой еще секундант? Там парень был. Он должен был на мобильной снять кражу, ну, чтобы подтвердить, что Вадик ничего не купил. Его зовут Антон. На простыне из квартиры Потемкина обнаружены следы его интимной близости с некой мадам. Мадам, между прочим, длинноволосая блондинка. Так вот, это та же самая мадам, с которой имела интимный контакт, убиенный Вадим Пестряков. Так, в телефоне Потемкина много исходящих вызовов на номер некой Светланы Золотовой, а именно с ней убитый плотно общался. Похоже, что поводом для дуэли послужило то, что двое юноши не поделили одну девушку. Очень хотелось бы взглянуть на эту секс-бомбу. Так, я чувствую, что к нам она уже сама никогда не приедет. А если секс-бомба не идет к горе, то гора берет повестку и едет к секс-бомбе. Пока. Я пришел посмотреть, чтобы Вадик не договорился с секундантом, чтобы все по-честному было. И по-честному сдали его охране. Да я не специально, я не хотел, я не сдержался. Вы видели, что Вадим лежит в крови. Вы даже наступили в лужу крови. Почему не вызвали скорую помощь? Почему не попытались его спасти? Да что ж, я не понимаю, что я сразу стал бы первым подозреваемым. Больше компьютеров, хороших и разных. Этот стоял в квартире Юрия Потемкина. Ну, ну или ант. А что здесь это за шерсть? А у Потемкина дома живет ручной хорюк. Фу, какая гадость. Они же на хрыс похожи. По-моему, милые животные. Гражданка Золотова, откройте, не бойтесь, это милиция. Смотри, какая интересная запись. Называется «Подстава». Похоже на запись камеры наблюдения из магазина. Судя по комментариям, рыжая и блондинка шоп-лифтеры. Блондинка набрала кучу вещей, срезала со всех магнитные полоски и алярмы. А рыжая прикрыла ей на спину стикер. Стикер сработал, вызвали охрану и нашли все, что блондинка пыталась тащить. Только зачем? А это надо у рыжей спросить. Ролик смонтирован на этом ноутбуке. Сейчас уберем масочку и увидим, что это за блондинка. Антон? Кубраков моя фамилия. Вы были секундантом во время шоп-лифтерской дуэли. Значит, должны были снять момент убийства. Ну, да, должен был, но видите ли, я, честно говоря, лажанулся. Я в тусовке шоп-лифтеров, ну, человек новый, ну, в общем, ничего не снял. Почему? Ну, наклоунов на этих отвлекся. Даже отошел, чтобы на них посмотреть. А когда вернулся, Вадик уже все. Вы ведь на телефон снимали? Да. Позволите? Да, да, сейчас, конечно. Титун. Да, не случилось тебе эту девицу при жизни увидеть. Хотел познакомиться с живой, а пришлось знакомиться с мертвой. Я не для этого с ней познакомиться хотел. Это во-первых. Во-вторых, в нашей работе сама знаешь, выбирать не приходится, бери, что дают, как говорится. Понятно. Ну, ладно, мне тут еще работать и работать, но предварительно могу сказать, что почерк убийцы очень похож. ее, как и Пестрякова, сначала парализовали электрошокером, а затем перерезали горло. Да. Значит, я думаю, мне кажется, Подземкин Юра не убивал своего противника дуэля. Это раз. А когда Светлану-то убивали, он здесь в нашей конторе сидел. Ну, давай посмотрим, что там этот криворукий секундант наснимал. Запись разбита на несколько фрагментов. Вот балбес, кого он снимает. Клоуны должны охранников отвлекать, а не секунданта. Интересно, что там происходит. Давай другую запись посмотрим. И все? Отмотай-ка чуть назад, когда он пистолет выбивает. Давай просчитаем, куда он мог упасть. Мы не нашли его. Один момент. Ну, вот на этом селожи он должен лежать. Если, конечно, его еще никто не нашел. Торопись. Я крогозник с докладом. запись сделана полгода назад. Это блондинка из записи с подставой Светланы Золотова. Украсть она тогда пыталась на 25 тысяч рублей. Девушка получила закажу условный срок. А как эта запись оказалась употек тебе? Запись пропала из магазина. Говорили, что кто-то из охраны кому-то ее продал. Концов не найти, тем более, что весь персонал поменялся уже давно. Из-за нее дверь была. она никак не могла определиться с кем остаться. А что это ты за ролик слепил с ее участием? Подстава называется. Светка тогда только-только шуплифтером стала. Пошла в магазин. Там девчонка должна была ее подстраховать, а вместо этого ее подставила. Охранником сдала. Вань, представляешь, так и лежала на верхнем стеллаже. Никто его не заметил. Тут следы зубов на стволе. Ты случайно пистолет не грызла? Случайно не грызла и специально тоже не грызла. Я вообще-то зуб берегу. Значит, это сделал кто-то другой. Да и зубы у него покрупнее твоих будут. Вот. Она не знала, что сзади камера и что будет видно, как она и стикер на спину клеит. Так, ну-ка, погоди-ка, а вот это вот, кто это девушка? Это Фокси. Бывшая девушка Вадима Пестрякова. А сейчас она где? После этой записи наши с ней перестали общаться. Вадим ее тоже выгнал. Укатила, наверное, в свою деревню спиногрыз зафрисование учить. Она вроде в педучилище кантовалась, что ли? Этот пистолет, как и следовало ожидать, грызла вовсе не ты. А ты сомневался? Нет. Этот пистолет грыз бедный, больной орангутан. Почему больной? На стволе осталась слюна, и слюны я выделил ДНК, который принадлежит орангутану. Но слюна была непростая. А золотая? Неправильная. Больная была слюна, понимаешь? В ней содержится антисептик, который применяют для лечения полустирта у человекообразных. Я выяснил, когда последний раз орангутану лечили зубы. где выяснил? Где? В цирке, конечно. Ведь Ежнар указал на дрессировщика из цирка Шапито. Дрессировщик рассказал о студенте-клоуне из циркового училища, который забыл пистолет в клетке. Идиот. Кажется, мы знаем имя второго клоуна. Долгачев Геннадий Сергеевич. Можно просто Гена? А скажи-ка мне просто Гена, как ты мудрился в убийство-то вляпаться? Вы будете смеяться. По объявлению. У нас в общаге объявление повесили. Требуется клоун с костюмом на разовую работу. Я позвонил и договорился. Угу. Заказчик представился? Не. Сказал, что хочет устроить сюрприз подруге. Ему нужно было в магазине устроить настоящий беспредел. Абанцы положил на мобильник. Ага. Ну и как ты сам считаешь, Генн? Понравился ему ваш сюрприз-то? По-моему, вполне. Через вахтера передал конверт с гонораром. Угу. В полном объеме? В полном. На конверте осталась слюна. Заказчик магазинов беспредела по привычке облизал клейкую сторону. И что? Из слюны можно выделить ДНК. Она принадлежит близкопросовнику человека, который пальцем нарисовал портрет Вадима. Значит, у Фокси есть родственник, мужчина. Потемкин сказал, что Фокси это в миру Ирина Кубракова. Вначале училась в педагогическом. Не могли же заметить такую девушку, которая рисует пальцами? Талантливая ведь? Кубракова. Знакомая фамилия. Антон Кубраков. Это же секундант, который должен был снять кражу убитого. Это брат ее родной. У него в телефоне есть номер начальника. Мы пробили вот в той конторе компьютерщик. О, Антон. Антон, Антон, давай, значит, с тобой пообщаемся. садим. Господи, сынок, ты что делаешь? Выходи, убью ее. Я же пристрелю, мне ничего за это не будет. Давай, стеряй! Стеряй, сварь, давай! Мадемуазель. Но а Ирина, Фокси, где она? Ее на пушторе избили, у нее был выкидыш от крылышкого течения. Умерла, короче. Ирка в общежитии жила. Ее подруги спрятали ноутбук от ментов. Почему? Побоялись, что ваш его сопрут. Там это, в ноутбуке были фотографии Ирки с каким-то трансом. Откровенные, ну, всякие, разные. Короче, я понял, что этот транс отец нерожденного ребенка. А как вы узнали, что транс это Вадим Пестряков? Ну как, на форуме магазинных воров этот транс там постоянно тусовал. Ну и познакомился с ними, и сам стал шаплифтером. Да, послушайте, это неинтересно все. Вы поймите просто, что он ее предал. Он променял ее на эту блондинку Свету, вот и все. А Ирка подставила ее для того, чтобы быть с ним, вот. Нет! Ты предала нас всех, дура! Ты предала нас всех! Плевать на всех, мне ты нужен! Я тебя ненавижу, ты слышишь меня? Я тебя ненавижу, тварь! Чтоб ты сдохла, дура! Не уходи! Я люблю тебя! Я беременна! А Вадик специально ее избил, чтобы избавиться от ребенка. Удобно, да? Хорошая идея со вторым клоуном. Вашему фантазию, ожидаю в мирных целях. Я и первого ему предложил. Как он обрадовался этой идеей, уж очень ухотел выиграть эту дурацкую дуэль. В доме у Пестрякова хранились стики рассукраденных вещей. Так вот, в день убийства Ирины Вадим украл очередную безделушку. В Питере. Как в Питере? А кто? Кто тогда ее убил? На одежде вашей сестры обнаружена шерсть Харька. Это сделал Юрий. А вы убили невиновного человека. Двух невиновных. Встать. Уведите. Старик, мы сделаем этот магазин. Ты только снимай, давай, не тормози. Конечно, Вадим. Мы сейчас с тобой всех сделаем. Субтитры субтитры Продолжение следует...